Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия Атеана на библейском интернет-портале экзегет.ру. С вами слово сегодня я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Российского православного университета Сретенской Пережинской Николоперенской семинарии. И мы с вами рассматриваем 12 главу, события, которые рассмотрели в прежней главе, 11-е, это воскрешение Лазаря. И с первого стиха 12 глава рассказывает о следующих событиях. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечер, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Вы представляете, какая это была радость, то, что вот их брат, он умер, они уже, я не знаю, что случилось бы в нашем современном мире, если бы такое было явлено чудо. Представляете, вот умер ваш брат, родственник, и вдруг здесь воскресенье, и теперь он жив, и теперь ему еще, как я сказал, 30 лет после этого он прожил. Действительно, это не то, что радость, это какое-то просто внутреннее торжество, победа над смертью. Как сказано, что многие уверовали во Христа, и даже некоторые из начальников уверовали во Христа после этого воскрешения. Мы видели и знаем, кто читал и предыдущие Евангелия. И у них там говорится в большей степени о том, что ученики все сказали, в общем-то, надо лучше бы продать это мир, и к чему такая трата. Но здесь Евангелистан выделяет именно Иуду. У Иуды был ящик, в который он часто запускал свою руку и считал, что так как он хранителем ящика является и очень грамотно, как бухгалтер, распределяет многие пожертвования, которые давались Христу и его ученикам. И что он, в общем-то, за такой тяжелый труд имеет право и попользоваться тем, без согласования с Господом и с учениками, имеет право перепутать церковный кошелек со своим карманом. Это такое очень серьезное предостережение. И нам с вами, если мы имеем дело каким-нибудь пожертвованием от людей, каким-нибудь фондом, то серьезнейшее, еще раз повторю, предупреждение, чтобы не перепутать свой карман с церковным. Далее сказано, сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, мы видим, что Евангелиста Иоанн объясняет, какова его была забота, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее. То есть, Марию, которая помазала Иисуса Христа перед погребением, она сберегла это на день погребения моего. То есть, это было преддверие того, мы помним, когда Иисус был положен во гроб, то над ним не был совершен полностью обряд, который был положен по закону иудейскому. А Христос сказал, что я пришел не нарушить закон, но исполнить. Поэтому, даже до самой кончины, когда его тело уже было снято со креста, этот закон был исполнен до самых-самых мелочей. И здесь это было преддверие того, и Мария как бы в знак благодарности, конечно, представляете, когда вашего брата воскресили, берет самое драгоценное благоухание и в знак благодарности, но где-то понимая, где-то, может, не до конца, по домостроительству Божию, она делает то, что делает. Помазает Христа и приготовляет его к смертным мукам. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но и чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. То есть любопытство у них было, у некоторых любопытство, у некоторых интерес, а у других, может быть, и чтобы подтвердить свою веру, как, например, Никодим, о котором мы говорили, который тайно, как ученик, приходил ко Христу. И далее, потому что ради него, как сказано в 11 стихе, многие из иудеев приходили и веровали во Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. Взяли пальмами ветви, вышли навстречу Ему и восклицали. «Осана, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев». То есть они здесь рассказывают события, вход Господень в Иерусалим. Иисус же, видя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черь Сионова, сей царь твой грядет, сидя на молодом осле». Почему? Что означает этот возглас осана и приветствие? Возглас осана означает «Бог, спаси нас». Они видят во Христе уже того спасителя мира, который должен прийти в этот мир. Но единственная их ошибка, как народа иудейства, так и кричащих с пальмами ветвями людей, встречающего Христа во входе в Иерусалим, что они ждут победителя. Но победителя не смерти, которая вошла в человеческую природу в результате отпадения первых людей Адама и Евы от Христа, от Бога, отца и сына и стого духа. Но они ждут победителя, который установит им прочную политическую власть. Почему пальмами ветви? Пальмами ветвями всегда приветствовали после войны, если шел какой-либо полководец, то его приветствовали как победителя. И это был такой специальный атрибут. Он был, между прочим, прописан даже и в римских, и в иудейских. Были согласованы законы, что победителем, если он входит в город после какой-либо победы, одержанной им, то должны помахать пальмами ветвями. И еще увенчивался он лавровым венцом, но мы знаем, каким венцом будет увенчан Христос. И также на шее ему одевался пальмовый большой венок. Поэтому Христа встречают как победителя. Опять же, здесь встречают его подомостроительство Божие как победителя, но еще не понимая того, что они говорят и что произойдет с тем, кого они считают своим победителем. Итак, ученики его сперва не поняли это, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, так было о нем написано и это сделали ему. О чем здесь речь? Дело в том, что в 15 стих цитируется пророчество пророка Захария. Это малые пророки, 9-9. «Не бойся, черь Сионова, сецарь твой грядет, сидя на молодом осле». Поэтому Христос и берет молодого осла. Также отцы Александрийской школы акцентировали на этом свое внимание и говорили, что осел, а Александрийская школа аллегорическая, осел — это прообраз всего языческого народа. А Христос, воссевший на него, это как Слово Божие, воссевший на языческий народ, она его наставляет, и она как Христос управлял этим молодым осленком, так и Слово Божие, обратившиеся язычников, управляет ими, направляя их в Царствие Божие. Это сейчас в нашем современном представлении, когда мы говорим об осле, но это какое-то такое животное, хотя оно считалось нечистым животным, поэтому оно севернизирует языческий народ. Но тем не менее, это был достаточно такой престижный транспорт передвижения в Древнем мире. Например, когда, если царь шел на войну, то он, конечно, садился на коня. Но об этом свидетельствуют многие исторические документы, что и у князей того времени, и у их сыновей были средством обычного передвижения именно ослы. То есть богатые люди передвигались на ослах, это было вполне таким, как я уже сказал, совершенно нормальным и даже престижным, и таким стильным формой передвижения. И далее мы с вами читаем, что действительно здесь исполняется пророчество. Ученики его сперва, как сказано, я уже прочитал, не поняли этого, но когда прославился Иисус, о каком прославлении здесь говорится? О воскресении его из мертвых. Тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. То есть они понимали уже впоследствии, когда и Дух Святой сошел на них, все пророчества и все поведение Христа, которое до просвещения Святым Духом им было непонятно. Точно так же можно сказать, что люди часто, когда они находятся только в состоянии оглашения, и они об этом даже свидетельствуют, и в нашем храме проводят соглашение, они сами говорят об этом, я провожу огласительные беседы, что до своего, пока они не крестились, и до своего миру помазан, и когда они уже стали участвовать в таинствах церковных, прещаться, многие вещи им были непонятны. А сейчас, говорят, вот читаем Священное Писание, все как бы открывается снова. Действительно, благодать Святого Духа способно просветить ум человека, его чувства и в правильном русле направить его в волю. Далее мы видим 17 стих. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Указывается о причине еще одной, что слышали, что было сотворено это чудо. «Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». То есть, мы «не успеваете ничего» – очень интересные слова. Они говорят, что видите, что препятствие, которое мы учиним, и говорим, что его надо убить, пусть пострадает, как мы читали в предыдущей главе, лучше один человек, чем погибнет весь народ, искали убить его, и камнями его побить. Но ничего, все их козни, они не приносили никакого успеха. Так и говорят, видите ли, что не успеваем ничего, весь мир идет за ним. И далее 20 стих. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елины. Помните, я говорил в предыдущей главе, что действительно, Евангелие от Иоанны было написано и в некой степени, в большей степени для философии такой елинской. Елины не верили в то, что есть душа, живет после смерти. Они говорили, что душа во гробе, и во гробе и присутствует вместе с человеком умершим. И далее они подошли к Филиппу, который был из Вевсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Тоже очень интересное замечание. Оно очень важно для нас, особенно для людей, которые занимаются либо церковным служением, тем более, либо священнослужители. Здесь соблюдается такая иерархия цен, иерархия порядка сообщений Христу. Сначала к Филиппу. Но некоторые говорят, почему к Филиппу? Филипп — это греческое имя, а не греки. И они услышали, что среди учеников есть человек с греческим именем. Поэтому, ну как грек, грека поймет быстрее. И они так вот именно обращаются поэтому к нему. Но Филипп не дерзает сразу идти с каким-то докладом. Он идет к Андрею, потому что знает, что Андрей он первозванный. А потом уже вместе, как в некой соборности, они приходят и ко Христу. Очень важная такая последовательность. Итак, Иисус говорит им, Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час, прославится Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Видим, что здесь он говорит еленам, людям философии, и прибегает к такому классическому философскому истинному обороту, для того, чтобы им было понятно, те, которые к нему пришли. Это еще раз нам говорит о том, и людям, которые занимаются православным просвещением, либо миссионерским служением, о том, что иногда с людьми нужно переходить на их язык общения, понятным им, но все же всегда есть такое замечание, никогда, конечно, не опускаюсь до уровня какого-нибудь жаргона и прочих вещей. Как у апостола Павла сказано, для всех я стал всем, для подзаконных как подзаконным, для еленов как елен, для иудеев как иудеев, сам же не чушь закона. Это очень важное правило. Далее читаем с вами 25 стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». О чем эти слова? Дело в том, что, согласно православной матропологии, душа трехсоставна — ум, чувство и воля. Поэтому здесь Христос не случайно добавляет и говорит, «душу свою в мире всем сохранит», то есть для мира сего и по понятиям мира сего. «Любящий душу свою погубит ее». Кто любит свой ум, который плавает не в Евангелии, как говорит преподобный Серафим Саровский, что ум должен быть ваш, находящийся как бы всегда в Священном Писании, размышляющий о нем, а в страстях век сего. Кто чувства свои направляет на стяжание каких-то приятных ощущений века сего, тот погубит их. То есть с современностью пропадет все современное, потому что все современное, оно со временем проходит, а все вечно остается навсегда. И далее Христос уточняет это 26 стихом, так и говорит, «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Многие так недоумевают и говорят, как же так, Христос уже готов идти на крест, и он здесь действительно говорит о кресте, о своей крестной жертве, но вдруг здесь говорит «Точи, избавь меня от часа сего». Мы эти слова примерно услышим и в Гефсиманском саду, когда он будет молиться в 17 главе Евангелия Таана, где будет говорить, что «до минует меня чаша, сияно, впрочем, не как воля на моя». Но это, как раз эти слова, как раз Христа и указывают на его богочеловечность, что он, ему не были чуждые все человеческие переживания и сострадания, опять же снова повторю, кроме греха. Он был подобен нам во всем, кроме греха. Но тем не менее, ничего человеческое не было ему чуждо. Поэтому он знает все наши переживания, все наши сострадания. Как один человек спрашивал, а Бог ему отвечал так. «Я все знаю, я все понимаю, я тебе сочувствую. Не торопи события с уважением к Богу». Действительно, человек иногда хочет быстро что-то ускорить, но Бог ему говорит «я все знаю, я переживаю с тобой вместе, но не торопи события». И здесь Христос говорит, что «не пришел еще час мой, но на сей час я и пришел». То есть для этого, для греха с мох и страданий я и пришел в этот мир. И далее звучит как бы молитва. «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глаз и прославил, и прославил, и еще прославлю. То есть мы видим, что здесь снова глаз с неба. Глаз с неба мы видели при крещении. Глаз с неба мы видим и здесь. И глаз с неба о Христе мы увидим и на Голговском кресте при распятии его. «Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему». Иисус на это сказал «не для меня был глаз сей, но для народа». «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет он. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». То есть видим, что Христос пришел, как сказано в Священном Писании, Он умер за всех, за всех человеков, дабы прийти и взыскать погибшее. «И где я, и привлеку всех к себе». Что значит привлеку всех к себе? Всех уверующих в Него. Но все человечество Он возносит во святая святых. Но от человека зависит, будет человек там или нет, если он уверует во Христа, в Его смерть и в Его воскресенье. «Сие говорил Он, как объясняет Евангелистан, давая разуметь, какой смертью Он умрет». Народ отвечал Ему. «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должен быть Сын Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им. «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, добудите сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них». Мы видим, что когда они Его вопрошают, что Христос будет жить вовек, Сын Человеческий будет жить вовек, это словосочетание «Сын Человеческий» мы встречаем в книге пророка Даниила. Там действительно говорится о воскресении Христа и говорится, что Сын Человеческий придет к веткам днями. И действительно, это пророчество они как бы вспоминают, но видят одно, а другие пророчества не видят. Например, у пророка Исаии о страдании Христа, о его муках, о его крестном смерти, даже прежде и о его рождении, о том, что Христу должно пострадать, а потом воскреснуть. Этого видеть они не хотят. Их восприятие Божественного Откровения настолько исказилось, потому как они преломили его, чтобы только установить, снова повторю, какую-то идеологию, политическую власть, что не увидели самого главного, о чем говорил Ветхий Завет, о избавлении Христом их, как Мессии, от смерти. Далее мы видим, да сбудется слово пророка Исаии, как раз здесь евангелист Иоанн это и объясняет. «Господи, кто поверит слышному от нас, и кому откроется мышца Господня?» Это 53 глава пророка Исаии, где пророк Исаии говорит о страдании Мессии. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Господь всегда хочет нам исцеления, Господь хочет нам спасения, но для нас важно, как и здесь он призывает иудеев открыть глаза для исцеления наших сердец и нашего состояния жизни. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем», то есть цитируется пророчество, написанное пророком Исаием за 700 лет до Рождества Христова. «Впрочем, 42 стих, и изначальников многие уверовали в него, и изначальников многие уверовали в него, но здесь делается оговорка, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, и дальше говорится причина, почему они не исповедовали, «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Вот очень опасное состояние, когда человек уверовал, но боится исповедовать Христа, как словом, своей жизнью, жить по законам, по закону Божию, по правилам церкви, даже по церковному календарю, праздновать праздники, церковные праздники, чтить день воскресный, воскресенье пребывать в храме, своей жизнью свидетельствовать окружающим. Это и есть исповедание веры. Мы видим, что здесь они не исповедовали Христа, хотя и уверовали, но почему? Потому что возлюбили больше славу Божию, они занимали, возлюбили больше славу человеческую, они занимали высокое положение в обществе, они боялись, что вдруг они начнут говорить о Христе, что Он Мессия, и тогда потеряют свою работу. Но Евангелистан здесь предупреждает в Божественном Откровении, будучи движим Духом Святым, что это состояние очень опасно, потому что ищущий свою славу погубит себя, а ищет славу Божию, славу Божию, как сказано, прославляющих меня прославлю и я. Будем осторожны. Уверов во Христа, это состояние тайного ученичества, оно закончилось после того, когда Христос воскрес. И далее 44 стих. Иисус же возгласил и сказал, верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Снова говорится о единосущности Отцу. Я свет, пришедший в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Если кто услышит слова Мои и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Мы видим, что Христос здесь говорит, если кто и не поверит Моим словам, то сами слова его осудят. Я уже судить не буду. Читайте, говорит, слова, и поймете. На самом деле, надо сказать, что Евангелие, оно ни для кого неудобно. Если человек собирается что-то такое сделать, совершить какой-то грех, начинает читать Евангелие и понимает, что он не совсем свят, то, что он уже о себе думал, что и грех, который он собирается совершить, он не такой уж вроде бы и тяжкий, но когда он читается, прикасается с Божественным откровением, понимает, что это не совсем так. Поэтому Евангелие, оно неудобно ни для кого. Ни для кого. Слова Божии, они неудобны ни для кого. Почему? Потому что слова Божии требуют исправления внутреннего состояния человека. И без этого исправления невозможно быть наследником Царствия Божия. В этом смысле Христос говорит, что я не сужу сами слова. Так дальше 48 стих и звучит. Отверзающие меня и не принимающие слов моих имеют судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, «Но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная». О чем было сказано. Заповедь его есть жизнь вечная. Только исполнение заповедей Божьих, которые способны, которые дают способность человеку увидеть свое падшее состояние и способны заповеди Божьей направить человека к тому, чтобы он исправил свой ум, свои чувства, свою волю. И здесь говорится для чего? Дабы наследовать жизнь вечную. Так в 50 стихе и сказано. «И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная». Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне опять. Как сказал мне опять подчеркивает Отец. Снова и снова. Все Евангелие. Евангелие от Иоанна, оно тринитарно и христоцентрично. Здесь снова и снова утверждается сущность, единосущность Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Только, мне кажется, слепой, читая Евангелие, может этого не увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok